Всем привет! Меня зовут Дима, и я вас приветствую на своем YouTube-канале «Колонь», который всецело посвящен самому эфемерному искусству парфюмерии. И сегодня у меня будет супернеобычное видео, которое называется «Восьмое чувство от Рандеву». Собственно, это второй сезон игры, который интернет-магазин парфюмерии и косметики randewu.ru сделал вот такой вот интересный прием, разослал нескольким блогерам вот такие вот коробочки, в котором я действительно не знаю, что сейчас находится. Самым главным, насколько я знаю, вот я уже ножом грожусь, потому что очень сильно волнуюсь, я не знаю, что находится в этой коробочке, я не знаю правила игры. Сейчас мы с вами прям все это будем буквально в прямом эфире одним дублем это все распаковывать и смотреть. Насколько я понимаю, в первом сезоне «Восьмого чувства от Рандеву» вот в таких коробках ребятам клали 8 ароматов, которые они должны были отгадать, чем они пахнут, предположить, что это за ароматы. Собственно, сейчас мы с вами это и узнаем. И я рассчитываю, что это видео будет довольно-таки продолжительным, поэтому запасайтесь водичкой. Вот я тоже обязательно себе запасы водичкой. Также на столе у меня блотеры на всякий случай, потому что я думаю, что здесь все-таки какие-то ароматы. Ручка и листки бумаги, куда я, возможно, буду записывать свои какие-то мысли. Ну что, одним дублем коробка не вскрыта. Я вам показываю все элементы коробки, как мне принес ее курьер. Собственно, так она и осталась запечатанной. Никаких следов вскрытия. Все у нас с вами осталось на месте. Итак, давайте попробуем ее вскрыть и все-таки узнать, что же нам приготовила RANDEVU.RU и второй сезон этой невероятной игры. Я стараюсь это делать максимально аккуратно. Насколько это у меня получается, но, наверное, не очень. Самое главное еще не порезаться в кадре, да, то это будет вообще прикол. Где еще скотч? Ну, я не знаю, давайте вот так что-либо сделаем. Разрежем коробку. Разрежем скотч. Так. Собственно, вот таким образом мы вскрываем коробку. Здесь, вот в такой вот пупырчатой бумажке, мы с вами... Так, что это? Это элемент коробки. Вот в такой пупырчатой бумажке у нас идет конверт с какой-то открыткой и аромабокс, который называется ТОП-8 ароматов. Восемь штук по полтора миллилитра. Я думаю, что постоянные зрители моего канала и канала RANDEVU уже знают, что такое аромабокс. Собственно, это очень интересная вещь. Так, все, коробка вскрыта. Интересно, вот здесь ничего у нас интересного не предоставлено нам? Вот в этой надписи для игры. Нет, в надписи для игры это просто листок. Так, ну хорошо, коробочку мы вскрыли. Убираем и смотрим, что у нас у конвертии. Надеюсь, что это деньги. Но нет, здесь открытка с RANDEVU.RU. Итак, читаем. Добро пожаловать во второй сезон игры «Восьмое чувство от RANDEVU». Ребята, огромное спасибо, что вы меня включили в эту историю. Перед вами аромабокс с восьмью таинственными ароматами. Ваша задача познакомиться с композициями из подборки, поделиться своими впечатлениями, по возможности ответить на следующие вопросы. Какие ноты вы чувствуете в данном аромате? Определите 4-5 самых ярких нот, назовите их. Второе. Отметьте, является ли этот аромат бюджетным или небюджетным. До 3000 или более 3000 рублей. Третье. Опишите свои ощущения и ассоциации, вызванные каждым ароматом. Четвертое. Составьте свой собственный рейтинг. О, вот это интересно. Ароматов подборки, исходя из ваших предпочтений от 1 до 8, где один самый понравившийся, аромат 8, аромат, который не заслуживает вашей похвалы. И объясните свой выбор. Начиная описывать аромат, назовите его номер, указанный на пробнике. Постарайтесь отвечать на вопросы максимально емко. На основании ваших ответов будут подведены итоги и объявлены победители игры. Критерии оценки видео участников и правила будут представлены в анонсе игры на официальном YouTube-канале RANDEVU.RU. Желаем удачи. Ну что ж, ребята, по-моему, все предельно ясно. В конвертике у нас больше... А, есть! Подождите, смотрите, какая интересная штука. Блотеры. Рандеву даже нам позаботились о том, чтобы у нас с вами были блотеры. Но я тоже запасся блотерами. Так что у нас сегодня будет с вами... Вот единственное, что мне не нравится, это вот попробуйте сделать это емко. Не знаю, насколько емко это у меня получится. Ну что ж, перед вами аромабокс. И прямо сейчас я его открываю. Все это выглядит вот примерно так. Конечно, картинки у нас тут отсылают к различным историям. Ну что ж, не будем, наверное, долго затягивать. Правила всем ясны. Самое главное, мне ясны, вам ясны. Берем блотер и сэмпл номер один. Не знаю, будет ли видно. В общем, сэмпл номер один. Поехали! Цитрусово-мускусный аромат. Очень много ярких цитрусов, апельсины. Яркие, сочные апельсины с мандаринами. Мандариновая, прям не кожура, а мандариновая мякоть. На красивой, мускусной и, как мне кажется, такой свежий ветивер на деревянной базе. Так. 4-5 самых ярких нот. Но для меня это апельсин, мандарин, мускус. И свежий ветивер с деревом каким-то, не знаю. Слушайте, ну вот такой аромат, как по мне, мне кажется, это прям вот отличное собрание для каких-либо бутиковых линеек, люксовых домов. Потому что это очень понятные цитрусы. Хотя вот сейчас в раскрытии немножко проявляется какая-то фигня. Аромат от трех тысяч или более трех тысяч. Сейчас попробуем понять. Вот дороговизна аромата, она всегда, мне кажется, раскрывается чуть попозже. Потому что первые ноты, по первым нотам очень сложно определить, дорогой это или дешевый аромат. Я все-таки сделаю, что этот аромат чуть дороже трех тысяч рублей. Я бы за него большие деньги не отдал, скажу честно. Это вот, возможно, что-то из цитрусовых джамалонов. Либо это ателье колонь. Это вот такая вот очень интересная летняя пляжная история. Я бы назвал, наверное, вот так. Я думаю, что это либо бутиковая линейка, либо это ателье колонь, что-то связанное с апельсинами, мандаринами. В ателье колонь есть, я не помню, как звучит этот аромат. Он называется что-то с Калифорнии, какой-то цитрусовый, цитрусы, посвященные Калифорнии. Вот мне кажется, так бы могла пахнуть такая композиция. Свежо, интересно, ненапряжно. Не могу сказать, что дешево. Я думаю, что мы с вами отложим пока этот аромат. Так, а что мы еще не сказали? Составьте свой рейтинг, но это потом. Ну вот, наверное, так. Апельсины, мандарины, мускус. Очень свежая база. Так что вот так. Я делаю ставку, что это какой-нибудь летний ателье колонь. Итак, сэмпл номер 2. Сэмпл номер 2. Иду по порядку. Сейчас посмотрим, точно ли. Точно сэмпл номер 2. Чистый блотер. Идем дальше. А, так, так, так. Подождите. Что у нас не так? Так, сэмпл полный, но он не брызгается. Это первый раз. Я очень много встречал аромабоксов от рандеву, но вот такого косяка еще не было ни разу. А, вот пошел. Вот теперь пошел. Вот теперь пошел. Так, я сначала напишу, что первый аромат. Первый, это я назвал, что это ателье колонь. Ателье колонь. О, я уже чувствую. Мужской люкс. Амброво-деревянная штучка. Ой, мужской люкс пошел. Мне кажется, в первых нотах вот ярко заявлен бергамот. Амбра, прямо она вот она, прямо она вот здесь уже. Это амбра-деревяшка. Водяные ноты. Ну вот что-то типа, я не знаю, с колоньем, может... Я имею в виду не колонь, а молекула-колонь. Может, это вторая молекула? Ну нет, не думаю. Нет, она не такая яркая для меня, во всяком случае. Первую молекулу я не слышу. И все супер, поэтому ничего не могу сказать. Вторая для меня сложнее. Амбровое дерево. Ну, это... Я бы не заплатил за этот аромат. Больше трех тысяч рублей. Для меня он звучит неплохо. Но я такие ароматы не люблю. Сразу второму ставлю минус. Минус. Пишу, что это мужской люкс. Мужской люкс. Ну, в пределах трех тысяч рублей, если вот сейчас цены как-то, да, можно вообще о цене говорить, когда цены меняются каждый раз. Слушайте, кумарин. Вот сейчас пошли бабы тонко, немножко ванили. Это может быть что-то и из Пакарабан. Это может быть что-то из Прада. Ну, хотя у Прада, если только линейка Луна-Роса, потому что классические мужские ароматы от Прада, они как-то все больше с ирисом, с пудрой. Здесь амбра. Кумарин, ванильная баба тонковая такая сладость. Мне кажется, бергамот вверху. Шалфей, возможно. Кардамон, возможно. Стандартный мужской люкс. Мне не нравится. Я такое не ношу. Но я думаю, что это достаточно популярный аромат. Это вот Пакарабан. Это Прада. Возможно, что-то из Хугабосс. Но у Хугабосс, мне кажется, немножко другой профиль. Мужской люкс плюс-минус 3000. Мне кажется, что это так. Отложим дальше. Посмотрим, что нам приготовил следующий, третий сэмпл. Сэмпл номер 3. Совершенно правильно. Чистый блотер. Так. Идем по порядку. Ну что, весело? Мне очень прикольно. Потому что вообще, это мои первые слепые затесты. Я никогда этого в жизни не делал. Так что, сейчас для меня это прям эксперимент. Ой, какая сладость. Ой, как сладко. Третий номер. И что-то очень знакомое. Слушайте, я знаю этот аромат. Пока мы все идем по цитрусам. Здесь горьковатые цитрусы в начале. Тоже овердос мускуса. Слушайте, ну какие-то прям летние подборки. Это второй номер. Может, это действительно Прада? Второй номер. Не знаю. Либо Пакарабан. Господи боже мой. Ой, ну первый. Первый сейчас раскрывается просто вот. Просто цитрусы прекрасные. Не чувствую особо дешевизны. Надо посмотреть будет базу. Так, этот. Неужели это грейпфрут? Наверное, нет. Тоже аромат унисекс. Вполне себе подходящий. Как и женщинам, так и мужчинам. На лето будет замечательный. Что-то горькое. Но я прям вот... Ну вот прям он у меня в носу. Я знаю этот аромат. Но я бы поставил, что вот третий. Это до трех тысяч рублей. Во всяком случае, его звучание. Что-то вот даже напоминающее как-то. Знаешь, не хочу никого обидеть. Но мне кажется, бракаровское такое. Может, это сиеста от бракар? Потому что апельсиновый цвет вот здесь присутствует. Все, вот пошли белые цветы. Жасмин, флерда оранж. Мускусы. Я ставлю, что третий аромат у нас бюджетный. Мне кажется... Вполне возможно, что это бракар. Пишу бракар. Мне кажется, дешево. Ну вот, наверное, пока все. Так, я думаю, что мы идем достаточно так. В темпе, в неплохом. Четвертый сэмпл. Пока у нас все сэмплы такие не тяжелые. Нет ничего прям удушающего, табачно-кожаного. Это однозначно. Так, четвертый сэмпл ставим сюда. Ничего тяжелого. Вот пришло. Вот это уже потяжелее история. Ну вот это, мне кажется, какая-то нишевая штучка. Красиво. Сейчас, 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 сейчас. Такой немножко медицинский. Медицинско-полынный какой-то аспект. Дерево очень глубокое. С, 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 с тархуном таким, знаете. Немножко аккорд тархуна. Свежий, свежий, свежий травы. Вот это, эстрагон. Шалфей. Вот этот мне нравится. Пишу четвертый, что мне нравится. Это плюс. Дороже четырех тысяч рублей. Ой, трех тысяч, да? Дороже трех тысяч. Ну вот сейчас, кстати, дерево уже не такое. Не такое глубокое, не такое дымное. Либо я уже принюхался. Хотя, может быть, первые ноты меня обманули. Но звучит красиво. Это тоже аромат больше мужской. Если вот первый и третий, это ароматы унисекс. Второй аромат для меня однозначно мужской. Это тоже более мужской. А вот что-то сейчас интересное пошло. Либо амбретто. Немножко такой ванильной смолы. Чуть-чуть. Это тоже прекрасный аромат на летнее препровождение. Чуть-чуть более вечерний. Вот он сейчас совсем изменяется. Он не такой стал напористый, как в самом начале своего звучания. Глубокое дерево ушло. Пошли мускусы наверх. Мне кажется, возможно, это какой-то молекулярный аромат. Потому что у него он пахнет очень целостно, очень комплексно. А вот как раз такие молекулярные ароматы, если они сделаны хорошо, они редко разваливаются. В общем, моя ставка. Дерево, возможно, типа гвояка. Мускусы, шалфей. Возможно, эстрагон в начале. Были какие-то цитрусы, но сейчас их уже нет. И аромат сейчас просто превращается в телесный. Предположу, что это может быть что-то молекулярное. Типа, ну нет, это не Zarka Parfums. Я такое не помню в нем. В молекуле тоже я не помню. Аромат красивый, целостный. Пока все. Будем сейчас дальше разлушивать. Так, четвертый аромат. Что я на него написал? Что он стоит дороже. Дороже, да, дороже ниша молекула. Ну, не в смысле не сцентрик молекул, а какой-то молекулярный аромат. Потому что таких ароматов сейчас великое множество. И с этим же играет и Вильгель Парфюмерии, да, и Zarka Parfums. Очень много брендов, которые посвящают себя именно молекуле. Итак, сэмпл номер пять. Номер пять. Мы с вами уже идем к практически к концу нашего с вами аромабокса. Не знаю, насколько я правильно, конечно, расцениваю эти ароматы. Но говорю как есть. То, что слышу. То есть, что никто, кроме, собственно, редакторов, не знает, что здесь положено. Опять цитрусы. Да что ж такое? Пятый аромат. Положили бы мне вот что-нибудь, я не знаю. Деревянно-удовая, кожано-смолистая. Тогда бы вот, да. Это, конечно, меньше мой профиль. Хотя, вот мне интересно, а эти боксы сейчас, каждому разные ароматы достаются или все-таки одинаковые? Надо с первым сравнить. Первый колка цитрусовый. Возможно, даже здесь что-то сосновое такое есть. Свежие, свежесосновые иголки. Здесь цитрус более мягкий. Это тоже, мне кажется, бутюковая линейка. Потому что вот такие ароматы, они очень хорошо подходят. Я не знаю, может быть, профиль женского люкса ушел в такую более цитрусовую. Я давно не знакомился с женским люксом, но мне кажется, что там все-таки такой пропагандируется овердос сладости. Здесь, конечно, не так. Не думаю, что это женский люкс. В мужском люксе я такое не помню. Хотя, возможно. Почему нет? Если сейчас раскроется какая-то амброксановая база, то это будет мужской люкс. Но это профиль оранжери Венис от Армани. Цитрусы, 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 цитрусы. Пока цитрусы и мускус. Ничего не могу сказать. Дороже или дешевле 3000 рублей? Боже мой, как сложно. Давайте сделаем дороже. Давайте пятый аромат мы тоже сделаем дорогой. Бутиковая линейка. Вот да, вот мы первый с вами обозначили как ателье Токолонь. Или... Подождите. А может это аквадепарма? Ну, это не чинота, делегурия. Вот аквадепарма любит такие ароматы. Знаете, вот у них сначала такие какие-то цитрусы. Либо сладкие, либо горькие. А потом они просто вот в такую водяную деревянно-амброксановую базу уходят. В принципе, они звучат все красиво. Мансера? Ну, не знаю. А можно, можно вот это на кожу? Потому что я, хотя, хотя, ну не знаю, куда-нибудь... Нет, не буду на кожу. Иначе я вообще вот это все не услышу. Хочу еще первый всплеск. Сейчас. Может это аквадепарма? Или мансера? Алкоголь. Вот первые ноты шампанского. Вот они. Странно. Нет. Такого в аквадепарме я не помню. Шампанское. Первые ноты шампанское. Точно такой и игристый апиролевский напиток. Так, ну давайте я скажу, что это что-то примерное. Возможно, в новых цитрусовых ароматах от Мансера. Хотя я не помню, чтобы у них были такие стартовые брызги шампанского. Потому что вот в раскрытии, в раскрытии оно что-то похоже. Да, сделаем, что это либо бутюковая линейка с шампанским. Либо Мансера. Потом еще к тебе вернемся номер пять. Итак, идем дальше. Слушайте, какая жара у нас в Москве. Я еще под этим светом. Номер шесть. Сэмпл номер шесть. Но дайте мне ут. Они прям даже вот все одинакового цвета. Представляете? Даже нет ничего такого прям. Дайте мне ут. Я хочу ут. Хочу какую-то, я не знаю, кожано-удовую горелую штучку анималистичную. Сладкие риски. А, я сюда его положил. Нет, мы его положим вот сюда, чтобы не потерять его из виду. Шестой. Алкогольно-коньячные ириски. Да, конечно, сложно, когда вот так без какого-то опыта слепых затестов разгадывать какие-то ноты. Очень интересно. Ну, мне кажется, здесь что-то, что-то ликерное, что-то коньячное. Но не бьющее в нос, а вот на таком подтоне. Я бы, может быть, сказал, что это что-то из Киллиана. Но мне кажется, нет. Слишком акварельно для Киллиана. Хотя я не помню, как пахнет его новый обновленный Apple Brandy, потому что у меня был сэмпл. Я его, кстати, разбил. У меня был не сэмпл, такой тревел. Версия Apple Brandy. Ну, это вот, да, что-то такое. Шестой номер. Алкогольно-коньячное. Но не совсем алкогольно-коньячное. Алкоголь. Коньяк. Возможно, сухой табак. Что бы это могло быть? Ну, это наверняка дороже. Трех тысяч рублей дороже. Хотя, назовите мне сейчас аромат, который дешевле трех тысяч рублей. Я вообще, мне кажется, его даже представить не могу. Но есть только Элизабет Арден. Да, мне кажется, пошла какая-то амбретта. Чуть-чуть сдобренного. Табак, коньяк, да. Ну, и вот я все хожу по кругу. Не могу назвать бренд. Такого, мне кажется, очень много, где может быть, присутствовать. Вполне возможно, знаете, что это может быть? Это может быть что-то из Байреда. Вот это их такой профиль. Может, это новинка от Байреда? Как он? Дос, лос, анс, что-то такое. Либо вот... Ну, это не Slow Dance. Мне кажется, Slow Dance чуть-чуть по-другому играет. Я ставлю, что это что-то из Байреда. Шестой номер. Вот так. Вот так мы пойдем с вами. И без лишних разговоров отправимся в номер семь. Что ж, предпоследний аромат бокса. Что же нам приготовил восьмое чувство аромат бокса от рандеву? Сейчас мы с вами скоро это узнаем. Вот такой я не люблю, кстати. Нет. Вот этот аромат для меня очень громкий он будет. Однозначно шлейфовый. О! Мне кажется, что здесь Castorium. Здесь немножко анималистичная амбра. Посмотрим в раскрытии, есть ли ветивер. Потому что мне кажется, что здесь все будет замешано на вот этих немножечко подвальных почулевых ветиверных нотах. Вот мне кажется, здесь почули с какой-то сластинкой кумариновой. Бобы тонко, почули. Немножко орехового нюанса. Немножко шоколадного нюанса. Ну, такого какао-порошка. Вообще-то, возможно, это похоже на зоологиста. Но я не думаю, что здесь будет зоологист. Это вот их профиль. Вот такой странный аромат. Очень странный. Мне кажется, это однозначно дорогой аромат, седьмой. Потому что в люксе, чтобы такое выпустить, нужно быть прям смельчаком. Дорого, похоже на зоологиста. Это вот если бы, знаете, если бы мускусного оленя от зоологиста скрестили вместе с брундуком и добавили немножко из летучей мыши. Вот такой подвальности какого-то пыльного чердака. Вот сейчас начинается раскрываться алкоголь. Но мне кажется, здесь очень много анималики, пачули, дерево. И сладость. Такое могло выйти в Амуаж. Спокойно. Такое могло бы появиться у Франко Бакле. На каких-то ароматах. Так, ну я ставлю ставку. Хотя это, наверное, скорее всего, не Амуаж. Но мне кажется, что это все-таки Амуажевский профиль. Такие глубокие, томные, восточные ароматы. Интересно. Ирисовое... Ну, ирисковое. Ирисковое, не ирисовое. А вот конфеток и рисок. Такая ваниль. Ванилин даже. Интересно. Ну что ж, пойдем дальше. Последний, восьмой аромабокс. Ой, аромабокс. Аромат. В аромабоксе. Восьмое чувство от Рандеву. Ставим его сюда. Это откладываем немножко сюда. О! Ну, мне кажется, что это Монталевский профиль. Это вот прям... Прям, знаете, меня сейчас отсылают в 2000-е. Вот это интересно. Слушайте, такой, знаете, вот если у Монталя был медицинский уд, то это медицинский мускус. Здесь однозначно роза. Роза, мне кажется, немножко шафран. Я думаю, что вполне возможно здесь есть уд, но уд здесь в таких вот... Я хотел уда, да, но он здесь все-таки немножко таким обертоном на подпевках. Это не яркий, допустим, анималистичный, либо шафрановый уд, как в Монталь. Но вполне возможно, это могло бы туда встать. Такое бы я носил. Восьмой номер мне нравится. Пишу, что медицина. Стерильность. А-ля Монталь. Но сейчас уже не так похоже. А, роза. Что же у него в базе интересно будет? Я думаю, что база такая шипрово-почулистая. Хотя нет, Монталь, Монталь такое не делает. У Монталя есть шипры, но они немножко в другой стилистике сделаны. Это прям интересный, немножко медицинский. Такой стерильно-шафрановый. Вот я бы на самом деле хотел, чтобы так пахал Энцелад новый аромат от Ганимеда. Ой, от Ганимеда, от Марк Антуан Бруа. Ну нет, Энцелад пахнет совершенно по-другому. Красиво, да. Красиво. Почули, роза, мускусы, шафран. Вот такая вот моя пирамида. Однозначно что-то нишевое, люкс такое, я думаю, что не предложит нам. Интересный. Вот этот, наверное, как по мне, будет, наверное, номер один. Ну что, смотрите. Аромабокс у нас полностью пустой. Надеюсь, что у нас запись продолжается. И мы с вами сейчас переслушиваем все ароматы. Возможно, что-то я нанесу на кожу, чтобы побольше узнать. И распределим рейтинг наших с вами ароматов. Итак, начнем с первого. Первый я назвал, что это ателье колонь, да? Похоже. Похоже, что это вот этот вот мандарин Калифорния, что-то такое. Это прям мандариновая история, очень свежая, мускусная. Цитрусы понятные, простые, а-ля Джо Малон, а-ля ателье колонь. Мне кажется, это туда. Второй номер. Я назвал это мужской люкс. Да, так он, собственно, и пахнет. Это мужской люксовый аромат. Не знаю, может быть, это Versace Dillon Blue. Это какой-то новый фланкер. Потому что это вот что-то из таких амброво-мускусных деревянных мужских историй. Это мне не нравится. Третий номер. Бюджетный браккар. Да, вот он как мне пахнет. Мне кажется, что эта история недостойна нашего с вами внимания. Достаточно плоско, достаточно дешево. База неинтересная. Нет, 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 нет. Вот она пошла. Это самый четвертый номер. То, что я говорил, значит, у нас, по-моему, в начальных нотах мне здесь казался тархунчик, да? Ну, вот он тархунчик и звездочный анис здесь. Вот сейчас пошел звездочный анис. Тархунчик, свежая зеленая трава. Немножко почули. Думаю, что ветивер здесь однозначно присутствует. Симпатично. Пятый номер, да? Раз, два, три, четыре, пять. Бутиковый я назвал, типа, мансыры. Не знаю. Да, наверное, так мы его и оставим. Цитрусовый флёрдо оранж с жасмином. На мускусной, свежей, такой, свежедеревянной базе. Да, гасперидный аромат для бутюковой линейки. Пока, пока все, ничего у меня не поменялось. Так, шестой аромат. Сладкий табак с сладкой кожей. Ой, не кожей сладкой, а сладкий табак с алкогольным коньяком. Ну, это да. Это вот профиль что-то, мне кажется, из франка, баклея, из амуажа. Наверное, так. Симпатично. Но я такие ароматы переносил, по-моему, в свое время. Он похож, знаете, ну вот, если представлять прям нишу, вот это прям вот ниша, которую из разряда мы заслужили. Красивый, интересный, глубокий аромат. Итак, седьмой. Вот сейчас он раскрывается совершенно по-другому. Интересно, кто же мог сделать такую работу? Странно. Я бы, я вот реально такое встречал только в зоологистах. Очень интересное звучание. Если это прям новинка какая-то, то я прям хочу ее к себе в гардероб. Хорошая. И восьмой аромат. Ой, ну это прям женственно, очень женственно. Медицина проходит. Сейчас вот пошел розовый мускус. Наверх, да, роза с мускусом. Еще много различных цветочных, абстрактных нот. Ну, наверное, да. Составим с вами рейтинг. Итак, на первое место я поставлю восьмой аромат. Он мне очень понравился. Симпатичный, медицинский, стерильный, немножко удово-розовый, но в понимании совсем не томном, да, аромат. Довольно интересная сладкая работа. На второе место я поставлю седьмой. Он вообще меняется, слушайте. Он так меняется с контекстом времени. Прикольно. Я вот его поставлю на седьмую строчку не за красотой его звучания, а за его переменчивость и то, что я вообще не могу понять, к какому сегменту он может относиться. Мне нравится. Второе место, значит, так, восьмой это первый, седьмой это второй. На третье место, чтобы нам с вами поставить на третье место. Шестой. Давайте на третье место мы с вами поставим вот этот. Раз, два, три, четыре, пять, да? Пятый аромат. Мне он понравился своим цитрусово-мускусным звучанием. Пятый аромат, третье место. Хороший на лето, освежающий, прикольный. Цитрусовый. Не будет никого сбивать с ног. Что-то типа аквадепармы. Возможно, возможно, в нем, знаете, такой акцент флёр-наркотика. Но это не флёр-наркотик, поймите. Он дает такое настроение. Флёр-наркотик, он брызжет своими цитрусами, брызжет своими пионами и металлической нотой. И дает, в общем, настроение праздника. Вот, мне кажется, этот аромат тоже такой очень, очень праздничный. Вполне бы, кстати, точно, мог бы экс-нехилов выпустить. Симпатично. Симпатичный экс-нехиловый аромат. Так, четвёртое место. Четвёртое место. Ну, давайте на четвёртое место. На четвёртое место поставим четвёртый аромат. Вот так у нас пойдёт. Вот эта анисовая водка. Прикольный, свежий, травяной. Немножко алкогольный. Прям вот тархунчик. Симпатично, мне нравится. Так, пятое место. Пятое место. Мы с вами давайте отдадим шестому, наверное, аромату. Да. Шестой аромат у нас будет на пятом месте. Чё-то он как-то не очень внятно раскрывается для меня сейчас. Да, сухой табак. Коньяк. Какое-то дерево. Ветиверы я здесь вроде не чувствую. Почули, ну нет, вроде не должны. Почули обычно как-то кричат о себе. Не знаю, нет. Как по мне. Да, это сделаем у нас на пятой строчке. Шестую строчку мы с вами отдадим... Шестую строчку отдадим первому аромату. Вот этот тоже цитрусовый, ателье калошный, симпатичный мандариново-апельсиновый свежачок на лето. Замечательная история. Мне нравится. Седьмое место мы отдадим второму аромату. То, что я назвал мужским люксом. Да, это вот какая-то такая история из Дилан Блю, из Версачи, из... Господи боже мой, из Пакарабана. Это вот все туда, из Прада. Мне кажется, это оно. Но, конечно же, я могу и ошибаться. Ну и восьмое место. Это третий аромат для меня однозначно. Ой, какая-то невнятная база. Очень синтетическая. Мне такой не нравится. Совершенно не моя эстетика. Плоский. Не знаю, как он будет раскрываться на коже. Как-то вот так. В общем, да. Не знаю. Много ничего не сказал. Особо по брендам. Какие вообще мне навевают эти ароматы истории. Но мне кажется, что все-таки у нас с вами прошло неплохо. Интересно. До самого, значит, у нас финала я буду сидеть и расслушивать эти ароматы. Возможно, я сейчас пойду прям, я не знаю, в магазин вместе с ними. Потому что я не дотерплю до того момента, когда, собственно, рандеву нам раскроют имена всех этих творений. Всех этих творений. Ну вот, наверное, вот такое мое видео у меня получилось. Спасибо всем, друзья, за просмотры. Если оно вам показалось немножко таким скучным. Ну что ж, я не могу ничего сделать. К сожалению, я не могу монтировать. Одним кадром мы с вами сняли распаковку. Обозрели 8 ароматов. Тут написано, что они топ. Но я не знаю, насколько топ. Тут есть ароматы, которые, как по мне, в этот топ не укладываются. Аромобокс, в общем, посвящен довольно-таки летним препровождением, да. Все эти ароматы, в принципе, подойдут на лето. Когда вы узнаете, что это за ароматы, смотрите спокойно на их стороны. Ну вот, кроме третьего. Ну вот, третий не берите, нет. Третий фигня. А вот все остальное, в принципе, очень даже удоволюборимо. Даже мужской люкс из второго аромата, да. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Голосуйте за меня, если вам понравился мой обзор на этот аромобокс. Я, конечно, очень хочу выиграть. Не знаю, что из этого получится. Надеюсь, я что-нибудь доугадал. Всем счастливых летних деньков. Спасибо большое рандеву, что пригласили меня на второй сезон вашего восьмого чуда света. Не побоюсь так сказать. Мне это очень понравилось. Было интересно. Спасибо всем за просмотры. Голосуйте за меня. Хочется выиграть. Ну и что ж, ставьте лайки. И до новых встреч. За всем все. Пока-пока.